120 участников и еще больше гостей собрал спортивно-туристический фестиваль «Несокрушимый Беларусь». Две ночи и три дня на природе, без интернета, газовой плиты, горячей воды и мягкой постели. Зато с отличным настроением и желанием побеждать в каждом этапе конкурсной программы. Я очень рад видеть сегодня такое большое количество таких смелых, решительных, талантливых, амбициозных людей, которые приняли решение провести эти выходные с нами на природе, в хорошей обстановке, в атмосфере. Сегодня наш фестиваль носит такое необычное, я бы даже сказал, решительное название «Несокрушимый Беларусь». Мы долго не думали над названием. Оно само по себе родилось. Оно родилось, потому что, наверное, оно сегодня соответствует духу времени, на мой взгляд. Вот я обращусь к участникам сегодняшнего мероприятия. Вы согласны с тем, что Беларусь не сокрушим? Если согласны, громко похлопаем, покричим. Сегодня мероприятие ярко подчеркивает, что команды все сильны, спортивны, ведут здоровый образ жизни и все за победу. Дружба, конечно, победит. Организатор самого масштабного летнего форума – Мозорский машиностроительный завод. Несколько лет назад они начинали снутри корпоративного турслета. На природной тембилдинг собрались здесь же, на базе отдыха боков. Соревновались между отделами и цехами, а потом проводили время за песнями у костра. В этом году формат значительно расширили. Пригласили гостей соперников – сборная Мозорского опытного лесхоза, райисполкома и солевиков. А слез стал спортивно-туристическим фестивалем. Каждый год в два раза лучше, чем предыдущий. Потому что уровень и участников, и уровень мастерства команды, уровень творческого мастерства, он очень велик. Поэтому, да, турслет классный, крутой. В этом году у нас новая команда появилась, команда Сользавода. Они такие, как сказать, матерые уже, что ли. Поэтому, ну да, сложно, сложно, будем говорить так. В спортивной части несокрушимые белорусы, а точнее мазыряне, показали невероятную командную сплоченность. Впрочем, по-другому пройти испытание было невозможно, так как было задумано организаторами. В ночном ориентировании и эстафете пригодились умения слышать, слушать и поддерживать друг друга. Наша команда очень сплоченная, дружная и веселая. Немножко тяжело, но это ничего страшного. Мы все друг другу помогаем. Уже по прошлым заездам, как бы уже костяк был, остальных просто кто хотел, предложили, они приняли предложение. И вот участвуем. Отдельную ставку делали на юмор. Очень артистично команды представляли себя в конкурсе доения коровы. Таким работникам позавидуют директора всей сельхозсферы района. Эмоции, конечно, позитивные, но настроение отличное. Хотелось бы продолжить данный турслет, не один, но еще пару дней задержаться. И веселое, на мой взгляд, было доение коровы, когда прорвало часть в имени. Уровень подготовки команд впечатлял. Конкурс биоаков, так на фестивале называли палаточные городки, для жюри оказался одним из самых сложных. Кроме порядка, оценивали оформление, раскрытие темы фестиваля и соблюдение техники безопасности. Например, призовых баллов можно было лишиться за оставленный без присмотра костер или отсутствующий огнетушитель. Впрочем, на деталях и реквизите команды не экономили. Здесь вам и настоящий командный наблюдательный пункт, и белорусская гостиная, и даже машиностроительный завод в мини-формате. У нас целый молодой коллектив на предприятии, и молодежь очень ухотно пошла к нам на встречу, приносила свои идеи. В результате появился такой замечательный бивак, который, мы надеемся, понравится нашим гостям и вам в том числе. Ставка делалась на все. Так как мы молодые, энергичные, амбициозные, мы хотим победить везде и занять, естественно, первое место. В каждом биваке свой ресторан под открытым небом. И это тот случай, когда гвоздь программы – простой белорусский драник. У каждой команды свой рецепт и своя фирменная подача. Кто-то готовил ароматные картофельные блинчики прямо на костре. Кто-то доставал горячее из горшочка из печи. В качестве дополнения – домашняя сметана, соленая грудинка, овощи нового урожая и творческая приправа. Тему драни фестиваля обыгрывали сказками, песнями и танцами. С таким настроением, веселым, задорным, активным прошел весь спортивно-туристический фестиваль. Команды сразились еще в полосе препятствий и детской эстафете, конкурсе творческом и видеовизиток. Все вместе отрывались на вечернем танцполе под открытым небом. Программа очень насыщенная, как первый день, как и второй. Хочу сказать, по нашей команде не забей, а наперед. Команда выступает очень достойно во всех конкурсах и этапах соревнования. Поэтому надеемся на хорошую победу, на хорошие результаты. Вообще-то это не главное. Самое главное – это сегодня хорошее настроение, сплотить коллектив и провести хорошо выходные. Очень понравились те проводимые конкурсы, которые были. Потому что на самом деле это настолько было зажигающим, настолько объединяющим. Настолько все там даже те же самые болельщики, которые стояли, переживали за каждого. Даже не обязательно за свою команду, а просто за каждого участника, чтобы у него все получилось. И люди на самом деле достойно приходили к победе. Поэтому просто вот этот общий такой позитив, он просто витает в воздухе. Фестиваль, я бы даже сказала, не соперников, а друзей. Друзей, те, которые рядом, которые могут помочь. Это действительно за здоровый образ жизни. Дети, семьи – это то, что объединяет. Объединяет именно нас, как нацию, как коллег. В заключительный день фестиваля озвучили рейтинг команд после всех конкурсов. Третье место у ребят, которые все делали на максимум. На втором – сборная завода управления «Доброволец». Победу праздновала самая молодежная команда, тоже машиностроителей, с говорящим названием «Команда века». Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Николай Капустин, Телеканал Мозырь.